Вздох облегчения и слезы благодарности. Не в кабинете у психиатра, а на природе в кругу таких же, как ты. Две трети американских мужчин даже теоретически не рассматривают возможность обратиться к психологу в трудный момент своей жизни. Они не хотят помощи, но ищут поддержки. Пару месяцев назад я расстался с женщиной, на которой хотел жениться. Я был совершенно раздавлен этим. Я жил в страхе и в гневе одновременно. И мне кажется, дошел в этом до ручки. У меня были определенно тяжелые дни в последнее время. Я подумал, почему бы не попробовать. Попробовать опереться на чужое плечо для мужчины непросто, но лайф-коуч из Орегона Эндрю Билинский готов научить. Чтобы по-мужски разобраться с самим собой, надо прежде всего собраться вместе. Чего действительно не хватает в нашей западной культуре, так это традиции собираться в мужском кругу, сбросив доспехи вечных воинов и конкурентов. В мужском кругу Эндрю Билинского правильно дышит и долго медитирует. Женщинам все это дается проще. Они в три раза чаще обращаются к психологам. Мужчина же прибегает к другим методам алкоголь, наркотики, секс. Почти половина браков в США распадаются. Я постоянно слышу, что женщины устали быть терапевтами, целителями и, попросту говоря, мамами своим мужьям. Потому что их мужья на самом деле не знают, что такое мужественность. Они все еще играют в мальчиков. Еще задолго до пандемии Билинский придумал умную игру для повзрослевших мальчиков «Джедай-хасбенд». Да пребудет сила с тем, кто признает свою слабость. Мужчины сегодня себя чувствуют неуверенно, чувствуют себя оскорбленными даже из-за того, что происходило с движением МИТУ и всего, что принесла эра постфеминизма. Это довольно глубокая рана и внутри нас, и в глобальном масштабе. После МИТУ была пандемия. По опросам, ковид подкосил ментальное здоровье мужчин сильнее, чем даже финансовый кризис 2008 года. И уж точно не добавил уверенности в себе. На онлайн-курсах для мужчин-рыцарей нового времени травму прорабатывают за семь недель. Но сам Эндрю воспитывал в себе мужчину, мужа и ментора гораздо дольше. В молодости моей страстью была музыка. В 20 лет я переехал в Нью-Йорк, чтобы стать музыкантом. Я работал где попало, чтобы иметь возможность заниматься музыкой. И меня это не удовлетворяло. Я пристрастился к наркотикам и алкоголю и оказался в очень сложной ситуации. Я пробовал лечиться и ничего не помогало, пока я на одном мальчишнике не встретил совершенно других мужчин. Они задавали глубокие вопросы, они обнимались без гомофобных шуток, они выпивали и не напивались. Я понял, именно такая компания мне нужна, чтобы начать уважать себя. После этого все и сложилось. Университет, семья, дочь и уникальный курс коллективной гендерной терапии, которую лучше назвать мужским братством. Конечно, со времен племенных костров многое изменилось. Жестокость больше не синоним силы, сила не синоним мужественности. И мужественность сама по себе вызывает вопросы. Белинский ответов не дает, но помогает найти пространство, где они видны яснее. Мужчинам нужно безопасное место, где можно расслабиться и даже почувствовать себя уязвимым. Да, сила важна, мудрость важна, но эмоции тоже нельзя игнорировать. Пришло время признать, что у мужчин появилась новая работа – перенастроить свой внутренний мир, чтобы стать лучшими мужьями, отцами и сыновьями. Ты прекрасен. У тебя все есть. Ты луч света в этом мире. А мне кажется, я опять облажался. Елена Мещерякова, Елена Матусовская, Дмитрий Вершинин. Настоящее время. Америка. Елена Матусовская, Дмитрий Вершинин.